С минуты молчания в память о погибших в теракте началось в этот понедельник оперативное совещание в мэрии. Глава города Елена Лапушкина напомнила руководителям профильных ведомств о необходимости не терять бдительность и поручила ужесточить пропускной режим в учреждениях с массовым пребыванием людей. Убедительно прошу еще раз всех присутствующих, все-таки не терять бдительность, враг не дремлет, это вы видите, что страдают мирные граждане, еще раз со всеми охранными предприятиями, которые у нас работают в образовательных учреждениях, надо отдельно проговорить, еще раз инструкции, где у нас проходят какие-то концерты, где у нас проходят какие-то массовые мероприятия, конечно, тоже накануне надо проговаривать все меры безопасности с МВД, давайте будем крайне внимательно, бережно к нашим жителям. В городе продолжается работа по обеспечению граждан жилыми помещениями муниципального жилищного фонда. Работа ведется по трем направлениям. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работа с малоимущими гражданами, вставшими на учет в органы местного самоуправления и расселение семей из аварийного жилья. В результате проводимой работы в рамках действующего национального проекта и государственной программы приселения граждан из аварийного жилищного фонда за 23 год была расселена 1141 семья. Наибольшее значение было достигнуто в рамках третьего этапа госпрограммы 186 семей, в рамках четвертого этапа 494 семей и в рамках пятого этапа 431 семья. Но напомню, что нам еще в этом году предстоит расселить 1941 семью или 59 тысяч квадратных метров аварийного жилого фонда. На совещании обсудили меры социальной поддержки населения, помощь нуждающимся, людям с ограниченными возможностями здоровья, семьям, участникам СВО. В 2024 году Департаментом опеки и попечительства будет реализовано 74 меры поддержки. К ним относятся улучшение жилищных условий, выплата пособий и дополнительные меры. Особое внимание здоровью населения. Появлению заболеваний на ранних стадиях способствует диспансеризация. На протяжении последних пяти лет у нас одни из показателей национального проекта – это всеобщая диспансеризация населения. Поэтому еще раз обращаю внимание, что в этом году все предприятия обязаны обеспечить диспансеризацию своих работников в 2024 году в обязательном порядке. С 1 апреля в самарских школах стартует приемная кампания в первые классы. Она пройдет в два этапа. Первый этап продлится до 30 июня. В этот период принимаются заявления в отношении детей, проживающих на закрепленных за школой территорий, а также льготных категорий. Заявление о поступлении в первый класс направляется через портал госуслуги посредством почтовой связи или личного обращения в учреждение. Галина Топилина, Николай Епифанов, События.